жизнь, судьбу. Я потом еще буду говорить о том, что само ощущение судьбы и само представление судьбы очень важный элемент нашей сознательной жизни. Я для начала скажу так резко, что именно в той мере мы являемся людьми, в какой мере мы люди судьбы. То есть если мы живем в судьбе, мы люди. А если мы живем вне судьбы, а чаще всего это именно так, то мы полуживотные или как выражался хруст деми эстры, то есть полудухи. Так, все есть, и мышление есть, и чувство есть, но все наполовину. Так вот, когда я говорю о таком стиле, я одну основную деталь или основной внутренний стержень этого стиля пытался в прошлый раз вам дать почувствовать. А именно, что смотреть на мир так, на события в нем, на то, что видишь, так, чтобы видеть не вещи, как какие-то самодостаточные вещи, или детали, вот то, что Курш называет деталями, а видеть то, что видишь, как элемент фигуры, или закона, требующий телескопа. Я не случайно вам приводил этот пример с бедным Марленом, моим сокурсникам. Просто, я не знаю, ухватили ли любые. Я сейчас хочу это подчеркнуть, хотя это обычно наглость со стороны человека, который присвоил себе право речи. То есть я, в данном случае, лектор, все другие молчат, и не имею право говорить. И поэтому он за них решает, что они поняли, чего они поняли. Ну, просто я то, что говорю, я просто боюсь, что это непонятно не в том смысле, что вы не можете понять, а просто я сам тоже боюсь, потому что это очень важно. Понимаете, выразение лица этого консорга, о котором я вам расскажу, ну, это деталь. А проблема в том, чтобы увидеть это выражение не само по себе. Ну, скажем, он не увидел нищего мальчика. Ну, это мелкий факт, который мы все видим. А увидеть за этим что-то. То есть увидеть сам факт, что этот мой коллега не увидел и не мог воспринять нищего мальчика, не мог воспринять, увидеть за этим существенный закон. Не просто случайность воспринял, не воспринял, как и бывают тысячи, миллионы. И мы не видим, что за этими деталями, мелочами, стоит что-то. И сама деталь является не самодостаточной, не самостоятельной вещью, выражением лица, цветом неба, а элементом чего-то другого. Вот это другое видеть сквозь эту деталь, и есть то, что Круст называл видеть телескопом. Не в микроскоп разглядывать, как обычно приписывают Крусту, а телескопом подносить себе что? То, что на самом деле, как я говорил вам, большое, но просто из-за нашего душевного удаления, потому что есть, кроме физических расстояний, есть, и в этом состоит глубокое ощущение Круста, есть расстояние душевное. И эти расстояния настолько важны, что Круст говорит, что можно быть в обнимать возлюбленную, то есть быть непосредственно в близости с ней, в соприкосновении, и при этом быть от ней так же далеко, как если бы она была на Сириусе, на самой дальней звезде. И вещи выступают перед нами не на физических расстояниях, а на душевных или духовных расстояниях. И на больших расстояниях то, что нам кажется мелким, на самом деле может быть целой звездой констелляции или фигурой. То есть вот эти вот детали, есть элементы фигур, а фигуры могут быть громадными. И я потом попытаюсь вам показать, что эти фигуры вообще занимают совершенно другие пространства и другие времена, не совпадающие с пространством и временем нашей индивидуальной жизни, и значительно их превосходящие. А наша индивидуальная жизнь движется по линиям судьбы, как раз таким линиям, которые есть линии этих пространских времен. Я буду впредь называть их конфигуративными пространствами или пространствами фигур. И поэтому одновременно, когда я говорю фигура, это и образ, часть речи, чтобы просто пояснить смысл, но с другой стороны это имеет и какое-то содержательное для меня значение, или как термин, или как выражаются профессионалы, как понятие. Но не пугает вас слово понятие, ничего в этом страшного нет. Я вам, хотя мы занимаемся мышлением, но я должен вам напомнить, что люди опытные в мышлении, например, Гёте, которого я хочу процитировать, говорил следующее, что всё мышление не может помочь мышлению. Мышление совершается каким-то другим образом, и всё мышление не может помочь мышлению. Что-то ещё или другое должно быть. И вот это другое в жизни самой укоренённое, мы попытаемся на щупок. Так вот, моё предупреждение было следующее, предупреждение, что когда я привожу какие-то события, какие-то детали, как не в качестве самостоятельных, а в качестве элементов фигур, то я пользуюсь какими-то примерами. Примерами я обязан пользоваться доступными, то есть не по трудности доступными, а просто такими, которые испытываете и вы, и я, и другие, и что-то так же. И здесь есть закон. Я должен приводить примеры, просто потому что это вытекает из того, что так построен язык наш. Наш язык обязывает идти определённым путём. Если ты хочешь что-то сказать, если делом занят, то ты, например, должен приводить примеры. Потому что фигур без элементов фигур, то есть деталей не существует. И это, так сказать, законы человеческого языка. Я слово человеческий подчёркиваю, тоже для меня имеет значение. В каком смысле? Ну, понимаете, я не могу, когда я на человеческом языке разговариваю, я не могу хитрить, я не могу разговаривать намёком. И к этому относятся моё предупреждение. И наш язык, повторяю, имеет законы. Например, в нашем языке всё нам принадлежит. Всё, что человеку создано, всё нам принадлежит. И если, например, ссылаюсь на Пастернака, то это не потому, что я хочу совершить незаконный акт. Я делаю, потому что у меня даже к этому язык.